Сейчас идет такой крестовый поход против России. Друзья, всем привет. Ну что, сейчас обсудим, как наши размазывают врага в контрнаступлении под Харьковом. И какой войн на болотах разносится, информационный, невероятный. Как бегут все эти уроды, военкоры и прочие пропагандисты. В общем, давно я такого не видел и не слышал. Отличные новости. И, кстати, напомню, все, что звучит на этом канале, здесь никогда не выдаются никакие тайны. Здесь говорится только то, что можно говорить. Я вам более того скажу, что нужно говорить. Поэтому, друзья, помогите мне распространить эту информацию. Это ваш вклад в наше контрнаступление тоже. Итак, ну вы знаете, продвигается наше контрнаступление. Продвигается просто блестяще. Освобожден Купинск. Купинск – это ключевой город стратегический. Который, собственно говоря, вот эта трасса на Изюм. Из России через Купинск на Изюм. Это крупная станция. Крупный перевалочный пункт. Ну, в общем, это ключевой обслуживатель. Мало того, что это наш город украинский. Многотысячный. Но это еще очень важная стратегическая точка. И это колоссальный успех. В общем, там все продвигается хорошо. Ну и в это время, значит, истерика у них там. Кстати, сегодня день, главный день не главных болот. То есть день Москвы. Тут недавно наши поздравили. Не только крейсер Москва утопили. Мы еще уничтожили рэп Москва-1 за стоимостью более 50 миллионов долларов. Так что мы Москву нормально поздравили. И сейчас продолжим поздравлять. Ну, а их гауляйтеры местные уже кричат, эвакуируйтесь, бежим в Россию. Ну, и начинают, в том числе, принудительно вывозить людей. Очередное военное преступление. И они прямо в нем признаются. Послушайте. Еще раз вам говорю. Убедительно рекомендую оставить свои дома в тех городах, которые находятся под огнем противника. Вас ждет Российская Федерация. Служба, погранная служба России оповещена о беженцах с территории Харьковской области. Ну, а вот эти уроды военкоры, кстати, там очень интересно. Соловьев, Скобеево и прочие там Симоняны. Они говорят, молчим, верим Минобороны, хватит паники. И сами своих же этих военкоров поносят, которые рассказывают, значит, как бежит российская армия. Ну, и один из этих военкоров, Пегов такой есть урод, он уже бежит из Изюма. А что случилось, козел? Посмотрите на это видео, эпично. В общем, час назад, это уже вечер. Быстренько меняем колесо. Нужно как можно скорее из Изюма выскочить. Вернуться обратно по единственной артерии, потому что по темноте уже будет, конечно, опасно. С вами был проект Варгонзо. Ну, а пока те, кто у них там на месте событий бегут, те, кто подальше, говорят, все хорошо. Никакой паники нет. Ну, у них, может, и нет. Это истерика. Послушайте, послушайте, что они несут. Наш информационный фронт немножечко остыл, устаканился. Вот, на стали приходить хорошие новости. Это было ожидаемым, по крайней мере, для меня. Вот, и на этом фоне, как бы, общий накал страстей начал потихонечку сходить на нет. Разумеется, к сожалению, мы все еще продолжаем поставлять новости для украинских СМИ. Я хотел бы сейчас вернуться вот к наиболее обсуждаемой теме последних дней. Это наши вот эти якобы там катастрофы на фронте, вот эти вот всякие отступления, сдачи и так далее. Мы видели, что творилось эти дни. Вот это абсолютная какая-то на грани сумасшествия истерика в телеграм-каналах, которые заразились очень многие. И, к сожалению, этому всему поддались. В общем, пока они рассказывают, что паники нет и все хорошо, их военкоры бегут оттуда. А Институт изучения войны, это очень авторитетная организация, официально сообщает, что по состоянию, вот, конец вчерашнего дня, у ЗСУ освободили 2500 квадратных километров в ходе контрнаступления. Представьте себе, что мы уже в Купинске. Ну, это факт. Также они сообщают, что Россия пытается сейчас перебросить резервы на Харьковщину. И это тоже, и об этом говорит и ТАСС. В общем, я уверен, что наш генштаб, конечно, все это знает и все это просчитал. В общем, также мы прорываемся к еще одному крупному узлу в Великом Бурлуке. Друзья, это на самом деле очень хорошие новости. Их Харьковский фронт просто, ну, просто трещит. Не-не, он не трещит по шраму, он уже его порвало просто. Он разорван, знаете, как ту зигрелку. Вот так их разорван их Харьковский фронт. И никакой информационной истерикой, криками его не заткнешь. Минобороны их молчит, вот это чмо в очках. Об этом не расскажет. Ну, в общем, у них там полная паника. И, наконец-то, они понимают, насколько глубокой заднице, скажу прямо, они находятся. Друзья, это отличные новости. Стратегическая инициатива в руках Украины. Очень успешное наступление. Без шапка закидательства, но это о многом говорит. И многое показывает. И, конечно, нам это очень поможет. Друзья, ну и, конечно, мы рады за каждый населенный пункт, за каждого освобожденного украинца, который со слезами на глаза встречает освободителей. И, вы знаете, я решил завершить этот блог тут. На улице, видите, это Софиевский собор. Тысячолетний Софиевский собор. Когда его строили и строили, то это Москва, которую они сегодня празднуют день. Это были только болота. Болота, друзья, и больше ничего. Мы вас породили, мы вас и убьемо. Друзья, держим вас, всем привет из Киева, от нашей Святой Софии.